Здравствуйте, друзья! В эфире канал New Rush World и с вами я, Юрий Гемельфакт. Выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны с участием Владимира Путина, наш великий маршал Сергей Кожугетович Шойгу сделал очень интересное заявление. По его мнению, частные военные компании Соединенных Штатов Америки, какие он не назвал, которые находятся в Донецкой области, готовят провокацию на востоке Украины, причем с химическими веществами. Дабы не быть голословным, друзья, давайте послушаем 10 секунд из этого заявления. Для совершения провокации в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервы не установленного химического компонента. Ну, я не буду описывать глупость этого заявления, потому что мы все прекрасно понимаем, что на самом деле частные военные компании, по сути дела, используют только Россия. Их там нет и с химическими веществами балуются только Россия. Я также не буду останавливаться на том, что Донецкую область вообще-то контролирует Россия руками своих уголовников в Донбассе и Луганске. Это совершенно понятно. На этом останавливаться нет необходимости. Но тут-то обращает на себя внимание очень интересная ассоциация. Для оправдания вторжения в Чеченскую Республику 20 лет назад использовали так называемый Рязанский сахар. Взорвав свои же собственные жилые дома на Каширке, Бурьянова и Волгодонске. И только благодаря бдительности жителей в Рязани не произошло аналогичной трагедии. Поэтому репутация кремлевских пацанов такова, что они запросто могут это сделать. Но тут обращает на себя внимание, друзья, одна интересная деталь. Дело в том, что в военной доктрине Российской Федерации были скорректированы условия использования ядерного оружия при отражении агрессии даже с применением обычных средств. Причем не только в крупномасштабной, но и в региональной и даже локальной войне. Да, вы не быть опять же, друзья мои, голословными. Давайте мы посмотрим выдержку из этой военной доктрины, которая была подписана Владимиром Путиным в декабре 2014 года. Вот это пункт 27. Цитирую. Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и или ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства. «Решение о применении ядерного оружия принимается президентом Российской Федерации». Конец цитаты. Ну, казалось бы, ничего в этом нет особенного. Ну, разве ситуация на востоке Украины, она может быть воспринята как угроза существования Российской Федерации? Давайте мы, друзья мои, не будем торопиться. Дело в том, что в этом своем выступлении на коллегии Минобороны Шойгу сделал еще одно интересное заявление. Давайте мы еще потратим минуту 20 секунд для того, чтобы его прослушать и внимательно посмотрите, на чем Шойгу делает упор. Внимание на экран. В группировке войск США на территории ФРГ воссоздано командование огневого поражения на театре военных действий до 1991 года. Оно отвечало за применение ракет средней дальности. Сформирована многосферная бригада, на вооружение которой планируется иметь различные системы ударного ракетного оружия. В Польше создается инфраструктура для размещения бронетанковой бригады Соединенных Штатов Америки. В Польше завершается создание противоракетного комплекса ИДЖИС-Эшор. В Румынии на подобном объекте противоракетной обороны уже несется боевое дежурство. Продолжается развертывание Тихоокеанского сегмента Американской системы Глобальной ПРУ. Для проведения операции контроля океанских коммуникаций в Северной Атлантике и Арктике, в Норфолке, создано объединенное командование ОВС НАТО. США и НАТО целенаправленно увеличивают масштабы и интенсивность мероприятий подготовки войск вблизи России. Все чаще в них задействована стратегическая авиация, осуществляющая условные пуски ядерных ракет по нашим объектам. Количество их полетов у российских границ выросло более чем в два раза. Обратили внимание, что Шойгу говорит про систему противоракетной обороны и про Украину? А теперь давайте мы с вами внимательно почитаем другой пункт из российской военной доктрины. Пункт 12. Что же названо внешними военными опасностями, угрожающими, как следует, существование государства? Наращивание силового потенциала НАТО, дестабилизация обстановки в отдельных государствах, развертывание и наращивание воинских контингентов, создание и развертывание систем стратегической противоракетной обороны, территориальные претензии к Российской Федерации, здравствуй Крым, и так далее, и так далее, и так далее. Применение военной силы на территории государства, сопредельных с Российской Федерацией, нарушение устава ООН и других международных обязательств. Вы понимаете, то есть здесь, по сути дела, любой пункт, он показывает, что идет угроза существованию Российской Федерации. А вот теперь вспомните то, о чем мы говорили вчера, о том, что с 1 января 2022 года принимается новый ГОСТ о массовом захоронении людей. Мы вчера говорили о том, что это намек Западу, что мы, ребятки, не шутим. Мы, типа, все серьезно. Но на самом-то деле это идет шантаж Запада. Какая вырисовывается картина? Картина вырисовывается достаточно зловещая, но, тем не менее, предельно очевидная. Вагнеровцы, Пригожинские организуют действительно провокацию в Донбассе с применением химического оружия. Благо, у Кремля в этом имеется богатый опыт. Мы это прекрасно знаем и прекрасно помним. Навальный вам в помощь для воспоминаний. Далее, после этого происходит следующее. Наносится ядерный удар по территории Украины. Но Украина же не является членом Североатлантического альянса. Не так ли? И в этой ситуации уже Запад становится перед выбором. Или глобальная изоляция России, или отступление. Отступление в данной ситуации – это оставить данную ситуацию без внимания и не доводить дело до глобальной катастрофы. Как поступит Запад? Вот основной вопрос. То, что у Путина нигде ничего не зачешется применить ядерное оружие против Украины. У меня в этом уже на данный момент сомнений нет. Цель Путина, по большому счету, это не Украина. Вот тут давайте не тешить себя иллюзией. Цель Путина иная. Это унижение и, по сути, ликвидация Североатлантического альянса. И ликвидация Соединенных Штатов не физическая, а как мирового лидера и гаранта мировой стабильности. И вот тут, в этом случае, и главный вопрос. Как Запад поступит? Потому что цель Путина, это, по сути, доминирование на европейском континенте, ликвидация Североатлантического альянса, то есть его обессмысливание и унижение Соединенных Штатов. Эдакая компенсация за поражение в Холодной войне. Давайте мы не будем забывать, что Вторую мировую войну Гитлер развязал. Именно под влиянием комплекса того, что немцы были недовольны поражением в Первой мировой войне и результатами Версальского договора. Чем это кончилось для всего мира вообще и Европы в частности, не мне вам напоминать. Сейчас, по сути дела, Путин занимается тем же самым. Реализует свои комплексы. И вопрос уже не в Путине. Вопрос сейчас стоит исключительно в двух аспектах. Первое. Будет ли Украина защищаться от подобного рода вещей? И второе. Как отреагирует Запад? Я уже говорил. Впрочем, я был не из первой сотни тех, кто это говорит. Что единственная мера для того, чтобы сдержать этого маньяка, она одна. Это полная международная изоляция. Эмбарго. На поставку нефти, газа. Блокировка всех счетов. А вот то, что начинают заявлять западные лидеры, что, так сказать, они отключат телефоны. Ну, ребят, это уже глупость. Что агентство Reuters сообщает о том, что власть США рассматривает дополнительные ограничительные меры в качестве таких мер. Запрет на поставку телефонов, ключевых авиационных и автомобильных компонентов, материалов для многих других отраслей. Ну, ребят, вы меня извините. Я уже... Вот есть грубый термин. Это как по женскому причинному месту лотошкой. Что это такое? Сейчас, вот подводя итог всему, я могу лишь одно сказать. Сейчас уже ответ за Западом. Или этого гопника остановят, или будет большая беда. Вам решать, господа западной политики. А также, дорогие друзья, я всегда напоминаю, выводы делать только вам. Подписывайтесь на канал New Rush World. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok